Учебный центр Ульяновской области разместился в модульном городке в живописном сосновом лесу. Сюда освежить боевые навыки приехали несколько сотен оренбуржцев. У каждого настрой один. Скорее вернуться с победой домой. Это мой долг и я его выполню достойно и вернуть домой как к семье. Тут же на парте проштамповывают номера автоматов Калашникова в военных билетах новобранцев. Батальон почти на 90% сформирован из оренбуржцев. Бойцы проходят курс огневой тактической подготовки и слаживания. Орудие готово. Заряжайте. Оренбург привет! Оренбуржцы получили военное обмундирование, вооружение, поставленное на продовольственное обеспечение. Говорят, условия удовлетворительные. Однако у мобилизованных есть насущные потребности и уже составили список перво-необходимого. От гуманитарной помощи они не откажутся. Термобелье нам нужно. Перчатки токсические, вот например, такие. Это я просто сам себе купил. Так, балаклавы, шапки. На коленнике, на локотнике. Потом форма, горка. То есть, например, вот типа такой. Так. Медикаменты нужны. Салфетки влажные. Ну, там уже по мере возможности там тушенка, вода, там фонарик. Погладки, тампоны. Это для, чтобы ноги не сырели. У тех, кто проходит подготовку по соседству с оренбуржцами, мобилизованными из Ульяновской области и Марии-Эл, подобная экипировка уже имеется. Оренбуржцы пока вынуждены довольствоваться тем, что положено по уставу российской армии. Кроме того, резервисты просят областное правительство позаботиться о многодетных семьях, в которых они были единственными кормителями. Оренбуржцы молодцы. Спасибо близким, родным, что ждут, надеются, верят в нас. Личный состав. Конечно. Не подведут оренбуржцы. Александр Криволатов, Алексей Назин. Новости дня.